Кому же подойдет эта беговая дорожка? Основные технические моменты этого тренажера. Особенность беговой дорожки EcoFit EMB9. Почему эту дорожку лучше брать для людей, у которых проблемы с коленями и тазобедренным суставом? Привет, друзья! На связи Муз Кулшок. Сегодня в этом видео обзор беговой дорожки EMB9. Беговая дорожка торговой марки EcoFit EMB9 Одна из самых популярных беговых дорожек в компании. Потому что, во-первых, она имеет средний диапазон ценовой. Во-вторых, она подходит для большинства пользователей. Рассчитана на вес максимально до 120 кг. Как вы понимаете, в культуре особо редко бывает с предельным весом свыше 120 кг. Поэтому это топовая модель этого бренда. Что мы ее особенности? Технические характеристики, я думаю, нет смысла перечислять. Вы все их сможете почитать у нас на сайте в описании. Основные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание. То есть, почему вообще эта дорожка самая ходовая, самая популярная. Это ее система амортизации. Как раз амортизация это то, без чего вы не сможете нормально заниматься. Если не будет хорошей системы амортизации, то колени ваши долго не пружат. Смотрите, в чем ее основная фишка. То есть, здесь стоят пружинки. Пружины, это гораздо, они гораздо лучше гасят вибрацию во время движений. Естественно, здесь вот есть резиновые уплотнители. Не уплотнители, а амортизаторы, да, как их называют, на беговой дорожках. Между рамой дорожки и полотном беговым, вернее, декой, на которой расположена форма. Вот они здесь тоже присутствуют, резиновые уплотнители. Но здесь есть еще вот эта фишка. И вот дополнительные пружины, которые сами по себе, они гораздо лучше гасят вибрацию. То есть, вы их руками можете сжать. Ну, конечно, достаточно усилия нужно приложить, потому что дорожка рассчитана на большой вес. Но, тем не менее, их можно сжать. Ну, а самое касается вот этих пружин. Посмотрите, как они расположены. То есть, нагрузка распределяется равномерно. Вот именно из-за этой системы амортизации, вот именно из-за этих пружин, эта дорожка пользуется популярностью. Потому что здесь минимальное воздействие на коленный сустав и на тазобедренный сустав. То есть, я ее могу рекомендовать для людей, у которых проблемы с суставами, проблемы с тазобедренным. Для реабилитации часто берут. То есть, после восстановлений каких-то, после инсульта, не знаю, насколько люди смогут нормально ходить. После инсульта обычно берут горизонтальный левотренажер. Но если человек ходит, ну, то есть, в состоянии сам ходить, то лучше взять беговую дорожку и ходить на ней. Не обязательно бегать на беговой дорожке, смотря на то, что это беговая дорожка. То есть, в целом, для ходьбы она вообще отлично подходит. Так, для кого можно порекомендовать эту беговую дорожку? Ну, я имею в виду, для кого вообще подходит она? Судя по ее габаритам бегового полотна, здесь размер бегового полотна 125 на 47, то есть, длина 125 сантиметров и ширина 47 сантиметров. Подходит она для людей ростом примерно до 190 сантиметров. Выше будет, скорее всего, некомфортно, потому что для них уже этой ширины полотна недостаточно. Им лучше, там, 50-51 смотреть ширину полотна. По техническим параметрам, если углубляться немножко, хорошо, что здесь есть автоматический угол наклона полотна, то есть, вы нажатием кнопки, вот здесь одной кнопкой вы перебираете угол наклона, и дорожка меняет угол наклона в зависимости от выбранного вами показания. Это вообще функция для кого нужна? Для тех, кто старается интенсивнее использовать бег, беговую дорожку, обычно это берут те, кто хочет очень сильно похудеть, то есть, им мало вот этих вот тренировок просто на ровном беглом полотне, они усугубляют ситуацию себе вот следующим образом. Угол наклона меняется, выбирают программы, меняется угол наклона, и вы занимаетесь, так сказать, в рваном ритме, интервальная тренировка происходит, то есть, у вас сначала возрастает нагрузка, потом уменьшается, потом снова возрастает. Вот такой темп, он гораздо более способствует сжиганию жира, чем просто стандартный бег, скажем, в спокойном темпе без ускорений и торможений. Ее плюс в том, что есть угол наклона, достаточно широкое полотно, ну, относительно, как бы, в этом ценовом сегменте 47 сантиметров, это нормальная ширина полотна. Мер вес, она до 120 килограмм рассчитана, поэтому, в принципе, под основную массу клиентов она подходит. Большой, читаемый, удобный монитор, здесь высота цифры 5 сантиметров, то есть, можно легко прочитать людям даже, его зрение слабое. Все показания дублируются здесь, то есть, у вас на большом мониторе всегда скорость, ниже время, дистанция, калории, пульс. Все параметры легко увидеть. Здесь есть также разъем под USB, и есть подключение MP3, это вы можете к телефону подключать, слушать музыку, что особенно приятно, когда вы занимаетесь дома, как-то нужно разнообразить себя. Подключили музыку, здесь встроенные динамики, и вы слушаете музыку. Что еще здесь, вот, какие удобные моменты есть, вот, на мой взгляд. Ну, пульсометр, понятно, есть во всех дорожках, ну, если не брать механику, в электрическом, но пульсометр это норма. Здесь есть выбор угла наклона на рукоятках, продублированных, две кнопочки. И точно так же есть выбор угла наклона, вот здесь. На рукоятках справа, на правой рукоятке, эта скорость дублируется. Это удобно, когда чуть-чуть вы хотите добавить скорость, но в целом, когда вы хотите задать какую-то определенную скорость, там, к примеру, вы бегаете на 8 километров, либо на 9 километров в час, есть кнопка быстрого выбора, мгновенным называется выбор скорости. Вы нажимаете, и задаете 3, 6, 9, либо 12 километров. Вот сейчас мы продемонстрируем. Вот она запустилась, дорожка поехала, покажи, пробка. И вот, смотрите, если вы хотите изменить скорость, сразу задать быстро, то есть вам не нужно плацать по 1,10, там, к примеру, да, вот так, это очень долго, неудобно. А вы вот выбираете 3 километра, либо еще раз нажали 6 километров, будет 9, 12. То есть она сейчас разгонится до 12 километров в час. Ну, это слишком будет быстро для начала, поэтому вот мы запустим ее на 3 километра. Точно так же можно регулировать быстро выбор угла наклона. Вот здесь, то есть 3 градуса, 6, 9, либо 12 градусов угол наклона от полотна изменяется. Тоже удобно. По 1,10 вы можете как на рукоятках дублировать, так и здесь на мониторе. Дорожка имеет встроенные программы. Количество программ в этой модели 18 штук здесь встроенных программ. Помимо ручного режима есть еще встроенные программы. Графическое изображение всех этих программ приведено вот здесь на мониторе, и они же продублированы в инструкции. Запускается кнопкой старт. Вот зеленые старт, стоп, они на одной кнопке, только вот вы запускаете. Старт. Вот, оно считало 3 секунды, движение пошло. Обязательно не забывайте вот эту вот прищепку. Это называется ключ аварийной остановки. Цепляете себе на одежду. Это для того, чтобы вы в крайнем положении, вот она не такая длинная, как длина полотна. Если вы в крайнем положении отходите уже на самый конец дорожки, она автоматически будет выключаться. Это сделано в целях вашей безопасности. Не будем сейчас отключать, потому что, потому что потому. Вот кнопочки изменения угла наклона. Вот поднимаем, видите, вот градусы. Вот на сколько градусов поднимается полотно. Вот это скорости увеличения, либо уменьшения скорости движения полотна. По одной десятой. Это неудобно по одной десятой классить так. Вы хотите быстрый выбор. Раз нажали, там, 3 километра, 6 километров. Одно нажатие через 3 километра перескакивает. Вот этой кнопкой пользовался гораздо удобнее. Делаем 3. Здесь точно так же выбор, есть мгновенный выбор угла наклона. То есть нажимаете 12 градусов, нажимаете 3, 6, 9 и так далее. Выбираете нужную кнопку. Кнопки уровня громкости, тише, громче. Вот это когда музыка включена. Сейчас понятно, мы не будем этого делать. Моды. Что делает кнопка моды? Она, вот сейчас она не работает. Так же, как и программы. Вы программу можете выбрать только тогда, когда дорожка стоит, когда здесь по нулям. Вот, выбираете программу любую, какая вам по душе. Вот, графическое изображение здесь есть. И нажимаете кнопочку старт. Идет обратный отсчет, то есть 30 минут по времени. И уже меняется нагрузка, скорость и угол наклона в зависимости от выбранной вами программы. Кнопка моды. Для чего кнопка моды нужна? Вы можете выбрать, к примеру, время, сколько вы хотите отзаниматься. Там 35 минут, например. Вы можете выбрать еще раз, если ее нажать, дистанцию, которую хотите пройти. Там вот, 2 километра, да, хотите? Вот. Еще раз нажимаете. Вы можете выбрать, сколько хотите затратить калорий. То есть больше, меньше, видите? И все. Больше вы ничего не можете выбрать. То есть время, дистанция и калории. Подымается она легко вот так вот, легким движением руки. Фиксируется здесь за счет амортизатора. Чтобы опустить ее, тоже не нужно никаких усилий. Вы наоборот просто вот сюда, на эту оранжевую пушку, вот нажимаете. Чуть приподнимаете полотно, нажимаете на вот этот упор. И чуть-чуть вам нужно ее опустить. Потом дальше бросаете, и она сама опускается. Есть на дорожке транспортировочные ролики, вот здесь, спереди. То есть вам ее легко, легко можно перекатить. Если нужно, вы ее наклонили, и вот так вот она перемещается. Это удобно в шлантире, и мало места. Вы там где-нибудь ее в углу поставили, но там заниматься, к примеру, неудобно. Вы ее наклонили, перекатили, куда нужно, посреди зала поставили, подвигали, и откатили обратно. Магазин «Мусклушок», ссылочка в описании. Промо-код 1554, дополнительная скидка. Ну, на этом все. Пока-пока.